Общий результат связан с серьезной государственной поддержкой, которую мы оказываем аграриям. Более половины тех средств, которые были предусмотрены в этом году в рамках государственной программы, уже направлены в регионы. Что касается топлива, понятно, что рост цен на горючие смазочные материалы так или иначе влияет на ситуацию. Тем не менее, в целом ситуация достаточно стабильная. Рост цен на 14 июня по сравнению с ценой на аналогичную дату прошлого года составил по дизельному топливу 27,9%, а по бензину 21,9%. Хорошо, что все-таки часть запасов топлива была сделана еще по ценам предыдущего года, но это только часть. Обращаюсь и к Антону Германовичу, и к Дмитрию Николаевичу. Посмотрите, пожалуйста. Определите окончательно сумму. Мы примем решение, я такое решение подпишу, о компенсации потерь, связанных с ростом цен на бензин и дизельное топливо. Во всем мире все ведущие университеты имеют университетские кампусы, где и протекает университетская жизнь. И учебная, и научная, и просто обычная жизнь. Я давал поручение на предыдущем еще совете сформировать концепцию единого кампуса. Главное найти оптимальное решение, чтобы сконцентрировать возможности вуза в одной географической точке. Сейчас университет использует более 200 различных зданий и сооружений. Это сдерживает развитие университета как единого научного и образовательного центра. Мы с вами должны будем окончательно принять решение о том, где можно было бы создавать единый университетский центр и за счет каких ресурсов. Потому что денег на это потребуется довольно много, но значительную часть требуемого финансирования можно получить от реализации объектов, которые в настоящий момент находятся в оперативном управлении университета. Предложенные изменения в пенсионное законодательство начнут действовать со следующего года. Целью этих изменений является достижение ситуации, когда дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение пенсий. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу. Нужно людей в этой ситуации поддержать, чтобы они чувствовали себя востребованными и могли передать свои профессиональные навыки молодежи самых разных качеств, в том числе и в виде наставничества. Нужно организовать переобучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности. Бизнес в этом может и должен принять самое активное участие, ну а государство должно помогать предпринимателям в этих процессах. Вступая во Всемирную торговую организацию, мы взяли на себя определенные обязательства. Была произведена адаптация экономики нашей, снизили мы таможенные пошлины, как известно, где необходимо перешли на единые стандарты. Мы, конечно, не ставим под вопрос наше участие во Всемирной торговой организации. Ее роль в качестве медиаторов в международных торговых спорах остается ведущей. Другое дело, что и нам нужно научиться полностью использовать доступный в рамках ВТО правовой инструментарий, причем использовать максимально эффективно. Прежде всего, мы заинтересованы в поддержке российских производственных компаний, которые уже экспортируют свою продукцию или планируют ее экспортировать на внешние рынки и должны хорошо продумать стратегию, тактику наших ответных действий. Введение электронной трудовой книжки – это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Работодатели будут передавать такие сведения в пенсионный фонд, причем в режиме онлайн. Это быстрее и удобнее, особенно при трудоустройстве на новое место. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно. Кроме того, при обращении за государственными услугами не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже. Все это уже будет зафиксировано в базе данных. Уменьшатся и затраты работодателей на кадровое производство. И, конечно, электронную книжку гораздо труднее подделать, и она сохраняется именно в базе данных.